Так, вот специалисты, психологи и специалисты по сенсорной интеграции, они отмечают, что в пространстве, у которого есть границы, в соразмерном пространстве ребёнка, дети чувствуют себя более уверенно, защищённо, они учатся чувствовать собственное тело. Также такой момент, что для детей очень важна собственность своя, то есть тут моя любимая чашка, футболка, кровать. Это действительно очень важно для ребёнка, потому что это то, чем он на самом деле владеет, в отличие от дома, где всё-таки господствуют взрослые. И дети кажутся гостями в мире, которым им не по размеру. И они строят свой мир, стаскивая всевозможные подушки, покрывала, простыни, зонтики, всё, что есть в доме. И вот у наших детей это регулярная забава, особенно во время карантина, когда не было возможности выйти на улицу, пойти в какой-то игровой центр, на площадку. Они всё время что-то городили, стаскивали нашу постель. И родители, они всегда готовы жить в таком хаосе вечных игр. И как мама и дизайнер я подумала, что нужно эту энергию направить в мирное русло. И вместе с детьми мы создали вот такой вот конструктор Халабуда. Строительный конструктор, который состоит из трёх перфорированных платформ размером метр на метр, стоек, которые вставляются в отверстие этих платформ, пяти матрасов, которые раскладываются на две-три абстрактные фигуры, навеса и подушек в виде гайки. Мне хотелось бы, чтобы детали этого конструктора напоминали материалы, из которых строили жилища первобытные люди. То есть такие натуральные. И вот с детьми мы думали, мы у них спрашивали, что вам нужно для того, чтобы строить свои объекты. Это не всегда домик, это может быть какой-то космический корабль, какая-то военная база и всё что угодно. Они сказали, что туда должна быть палка, на которой что-то навешивается. И для стен мы выбрали достаточно тонкие и плотные матрасы. Я предполагаю, что они будут в текстильной оболочке, в которой можно снимать, стирать. И сначала мы с ними строили шалаши в натуральный размер, потом уже они играли этим макетом, и каждый строил что-то своё. Интересно, что каждый в зависимости от своего характера придумывал какой-то свой объект. Вот, например, вот такой у нас домовитый павлик, он строил дом, где была кухня, столовая. Пете больше была по душе военная база. А взрывной Юра, средний сын, он поставил эти палочки близко одна к другой, сказал, что у него будет тюрьма. В следующий раз, я думаю, он будет строить что-нибудь другое, сумасшедшее. И что приятно, что этот конструктор, он складывается компактно в такую стопочку, и в принципе это можно использовать как кровать. Ну, понятно, что дома всегда есть ортопедический матрас, но, например, наши дети очень любят перенести своё спальное место в другую комнату, стащить матрас, положить его где-нибудь в гостиную на кухне, играть в поход или устроить пижамную вечеринку с друзьями. И вот эти матрасы можно сложить такой слоёный пирог для одного ребёнка и разложить на 2-3 стопочки и в компании отдыхать. Да, и я бы хотела маленькое видео, как мы это всё исследовали, если можно. Звука нету, мы положим. Вот тут будет, точнее, узкое еду, значит. Значит, тут будет окно, тут дверь, тут холодильник, тут кухня. Вот в этом угле, смотрите, вот, я имею в виду, тут вот будет вход, тут холодильник, а вот тут вот будет труба. Так, я имею в виду, куканушки, по этой куриши, и ещё труба. А там же, где вход в твой дом? Нет, нет, давай, если я садил, пологу нету. Нет, нет. Я думаю, что этот конструктор строительный халат будет радовать и развивать детей. А для родителей это хороший способ выпустить из бутылки джина и потом его туда опять запрятать, когда игры окончены, пора спать. Спасибо. С вами была Мария Борисова, мастерская «Нестор». Буду рада сотрудничеству и вашим комментариям, вопросам. И я хочу сказать, прежде всего вот такая простая тема, классная, сразу бросается в глаза, классное название. Очень классный третий. У нас есть такая вот форма оценки. И одна из форм оценки является глубина исследования. Вот я считаю, что вот это вот вы заработали свою пятерочку стопудово в этой третий, потому что я ставлю здесь мало таких оценок. Вот. Это вот то, что вот сразу бросается в глаза. Безусловно, там можно двигаться дальше, есть что двигаться. Важна простота идеи. Все очень просто и все достаточно интересно. Спасибо. Спасибо. Даша, пожалуйста. Ну, Алина, хочу тоже отметить очень большой прогресс с момента перепичинга. И действительно глубину исследования, как вы это подали и рассказали, и разобрали на элементы с того, что было. Очень-очень большой кинчик проделан. Спасибо большое. Спасибо. Я вот хотела еще заметить, что ограниченное количество элементов, даже если это модульные элементы. Ну, вот, к сожалению, я не знаю, или к счастью, у меня еще детей нету, но вот всегда в детстве, когда мы использовали, мы же брали все, что плохо лежит, и использовали свои халабуди, и проявляли свою фантазию, как бы, и развивали какие-то там креативные мышления, когда зонтик использовали, использовали все, что плохо лежит, в принципе. И вот такой вот модульный домик, он немножечко уже ограничивает те элементы, которые можно было в них добавить. Тут нужно вот, мне кажется, проработать еще какие-то открытые слоты. У нас был просто когда-то проект, как раз вот такая вот халабуда для детей на открытом воздухе. И в ней применялись очень многие тактильные поверхности, очень много электроники, очень много каких-то игрушек, где дети могли вот в эту халабуду зайти, и там и учиться, и играть, и творить, и очень много было дополнительных каких-то элементов, которые помогали им как раз развиваться. Вот я бы хотела бы, может быть, чтобы вы подумали еще в этом направлении, чтобы это был не просто элемент такого домика для них, а чтобы туда еще добавить какие-то элементы для развития и творчества. Спасибо. Ну, мы специально делали такие элементы, которые можно с любой стороны крутить, вертеть. Это может быть вход, это может быть какое-то окно, может быть совершенно различное. Конечно, дети вот действительно в нашем эксперименте, они строили каждый раз что-то новое. Но про то, что вы сказали, тактильность, действительно, я бы хотела добавить. Вот есть такой навес, я уже не стала рассказывать, какие еще идеи у меня есть. И тут есть такие утяжелители, которые позволяют сделать этот шалашик. То есть не нужно книги подкладывать или какие-то там ставить рюкзаки. Они сами по себе, это подушечки, на них можно сидеть, и они утяжелители. Но в них можно делать сенсорные игрушки, например, лабиринт, по которому можно перекатывать шарик. То есть это все-таки, ну, в том числе про сенсорную интеграцию, да, эти домики. И те тактильные вещи хотелось бы в него добавить. Спасибо. Спасибо большое за проект. Очень понравилось, что и демо было, и презентация просто супер. Можно я еще добавлю, можно я еще кое-что скажу? Елена, Елена, сейчас дадим вам слово после Галины. Она начала уже комментировать, а потом вы. Извините, да, 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 я подсказала. Я думала уже к следующему. Хотела сказать такой же комментарий, как Марина, потому что вспомнила себя в детстве, как было круто там придумывать самостоятельно. А потом вспомнила своего спокойного дедушку, который привез картины из Вьетнама и начал на них налепливать всякие, что ему хотелось, там, ракушки, бижутерию. Сам ее делал, сам прикреплял, потому что у меня дедушка был очень не новаторский, не творческий. И вот я подумала, что это же круто, как база, да, то есть, а если ребенок захочет налепить что-то туда, то он это налепит. Все равно налепит. Все равно налепит. Но, ну, реально круто, потому что тут, ну, все равно креативность развивается, если ты эти модульные конструкции можешь по-разному, как пазлик, складывать. Поэтому тут проблемы не вижу. Мне кажется, очень крутой, с коммерческой точки зрения, проект. Спасибо большое. Елена, спасибо за комментарий предыдущий. Елена, Вам слово. Я хочу одну вещь добавить. Очень важно использовать натуральные продукты. Ну, условно говоря, в образовании, в школах, в детских садах, не только на Западе, но и на Востоке, сейчас убирают лего, и вместо лего дети играются с продуктами, которые разлагаются. То есть, это может быть дерево, войлок, там, конопля, все что угодно. Но вот этот аспект, аспект экологичности очень важно прививать детям с самого детства. Поэтому я просто, как бы, не знаю, из каких материалов Вы разрабатывали свой конструктор, но я бы хотела обратить внимание на то, что вот это тоже очень важно. Именно для развития детей и, ну, вообще для, как бы, это современный тренд. Спасибо большое. Материал матрасов еще открытый вопрос. Да, интересно, спасибо. Ну, точно есть поле для творчества. Здесь вызывают, видите, много ассоциаций. Есть ли еще комментарии у кого-то из жюри? Скажите, пожалуйста. Катя, пожалуйста. Вижу очень большой прогресс с припичингами. Действительно, Вы развили идею. Мне очень понравилась идея модулями стематратиков. И здесь действительно очень большой, может быть, спектр применения вариативности этого конструктора. Поэтому супер, радует прогресс. Спасибо. Мария, спасибо большое. Аплодисменты Марии. Спасибо. И я с удовольствием приглашаю Андрея Кокорина со следующей презентацией. Вот такой творческий альянс. Но Андрей да разовьет, вероятно, какие-то мысли. Здравствуйте. Здравствуйте. Презентацию, пожалуйста. Добрый день. Меня звать Андрей Кокорин. И я сегодня представляю мой проект «Коллекционная модульная кровать НЕСТ». Мы с моей супругой Марией, которая сейчас выступала и благодаря нашим детям, создали мастерскую детской эко-мебели «НЕСТР». Большая часть наших проектов – это индивидуальная мебель для домов и частных детских садов. Наши клиенты – это люди, которые ценят экологичные материалы, лаконичный дизайн. Также качество. Неотъемлемая часть любой детской комнаты – это кровать. И за последние пять лет работы мы множество раз разрабатывали различные конфигурации кровати. Этот процесс коммуникации с семьей всегда занимает очень много времени и сил. И задачи, которые ставятся, они, как правило, идентичны. Создать уютное пространство для ребенка, органично писать мебель в интерьер, сделать мебель безопасной. Но есть и другие факторы, которые влияют на конфигурацию, желаемую конфигурацию. Это количество детей, новые потребности, возникающие с подрастанием ребенка, возможность появления новых детей в семье. И элементарно зачастую непонимание родителей, какую же они хотят увидеть в своей комнате завтра. Мы сделали такой проект, который поможет решить все эти многоплановые задачи, используя набор модулей. Особенности... Наша детская – это объемно-пространственный конструктор, состоящий из унифицированных модулей. В основе которого лежит базовая кровать, НЕСТ, гнездо. Особенность конструктора позволяет собирать НЕСТ от самой простой базовой кровати до сложных комплексов с учебным местом или игровой зоной. Мы придумали универсальный соединительный элемент, который позволяет развивать нашу конструкцию как по вертикали, так и по горизонтали. Он прост в применении и безопасен в эксплуатации. К тому же сам процесс сборки может стать увлекательным квестом для родителей и детей и надолго им запомнится. НЕСТ можно собирать как коллекцию. Добавлять второй ярус, домики, текстиль, аксессуары. Также его можно и разбирать. Например, двухъярусную кровать можно разобрать на две отдельно стоящие, когда дети выросли и хотят спать отдельно. Мы планируем обновлять коллекцию новыми модулями и аксессуарами. И развивать проект вместе с актуальными тенденциями. Что же такое НЕСТ для детей? Для детей это личное пространство. Это радость при образовании. Это комфорт и безопасность. В свою очередь для родителей это творчество. Возможность выступить в роли дизайнера. Открытая перспектива любого жизненного сценария. И очень важно осознанное потребление. Родителям не нужно будет выбрасывать старую кровать и покупать новую. А достаточно будет просто добавить недостающий модуль. И кровать изменит свое назначение. Что такое НЕСТ для дизайнеров интерьера? Есть вариант перепланировки, сделанный буквально за несколько часов. Это поиск быстрого решения. Это индивидуальный проект на основе стандартных элементов. И мы бы хотели в рамках проекта сделать конструктор в двух видах. Материальном и виртуальном. Для двух типов людей. Многим важно прикоснуться к объекту физически. Чтобы убедиться в правильности выбора. Но все больше людей совершают свои покупки онлайн. Особенно в реалиях сегодняшнего дня. И в первом варианте мы думаем это должна быть коробка с конструктором. С помощью которого родители и дети смогут из модулей создать необходимую им конфигурацию. Она может быть выставлена в магазинах или в каких-то торговых центрах. В мебельных магазинах или торговых центрах. Второй это приложение. Которое также позволит в игровой форме смоделировать необходимую конфигурацию. Выбрать цвет, аксессуары. В общем поиграть с этим конструктором. Спасибо за внимание. Буду рад услышать комментарии и вопросы. Андрей, спасибо большое. Комментарии, друзья. Галина. Спасибо, Андрей. Не нужно делать приложение. Я вас могу познакомить со стартапом, который делает в AR как раз для мебели. Может вам помочь. Они очень часто кооперируются с разными проектами и помогают им этим. Поэтому подойдете, я вам дам контакт. Вам это маркетинг мне точно поможет. Спасибо. Еще комментарии, друзья. Кто онлайн с нами? Есть желающие? Так, нету пока комментариев. Да, нету.